Славы почти каждый день пребывали на этот полустанок, привозя все новых узников, евреев, которым был уготован лишь один исход. За год в лагере смерти расстреляли, сожгли, умертвили в газовых камерах 250 тысяч человек. При этом в Собиборе произошло единственное за всю войну успешное восстание и массовый побег заключенных. Организовал и возглавил его советский офицер Александр Печерский. Ваше имя? Саша. Александр. Мы стараемся выжить. Что бы отомстить? Печерского сыграл Хабенский в роли начальника лагеря СС-овца Карла Френцеля, который лично убивал людей и травил их собаками, голливудская звезда Кристофер Ламбер. Режиссер признал, что у него не было цели создать на экране мир насилия и жестокости, хотя в определенном смысле без этого обойтись было нельзя. Рассказать о том, как сразу со станции людей сгоняли якобы в душевые и вместо воды пускали ядовитый газ, как за малейший проступок, или просто ради забавы убивали на месте, как прагматичные нацисты заставляли узников сортировать вещи их убитых детей. И все же в первую очередь это художественно переработанная история о человеке, который смог совершить нечто невозможное. Человек, которому сначала не верят, а затем безоговорочно следуют за ним. И уничтожим Маск. И все будем уходить. Весь лагерь. Скажи им, что безоговорочно! Это картина о торжестве жизни, когда отовсюду веет смертью. О том, что такое война и о том, как надо дорожить миром. Премьера проходит в Варшаве, несмотря на русофобские выпады польских властей, которые вплетают политику даже в такие гуманитарные проекты, как, например, реконструкция музея Холокоста в Собиборе. Строительство мемориала идет без России, которую 4 года назад пригласили к участию в проекте, а в прошлом году, не объясняя причин, отстранили. Пример Беньямин Нетаньяху, а Израиль тоже входит в оргкомитет реставрации Собибора, заявил, что Россия, конечно, должна участвовать, но и это не помогло.